У меня было папа сильнее. Следующей пассией певца стала модель Ксения Дели. Их знакомство произошло через социальную сеть Instagram, и впоследствии виртуальное общение переросло в реальные отношения, которые были достаточно бурными, но при этом короткими. Отношения разрушила Ксения, которая решила выйти замуж за престарелого арабского миллиардера. В 2016 году вышла совместная песня Крида и Тимати «Где ты, где я?». Позже на нее вышел клип, набравший миллионы просмотров на YouTube. Эта композиция вошла в альбом Тимати Олимп. В этом же году стартовала акция «Выпускной» с Егором Кридом, в которой приняли участие 2000 девушек. Каждая написала кумиру письмо, в котором объясняла, почему именно она должна появиться на торжестве с музыкантом. Больше всего певца заинтересовало письмо, написанное мамой юной школьницы Анны Асыченко. В письме женщина сообщала, что их семья переехала в другой город, и у дочери совершенно нет друзей в новой школе. Девочка не хотела идти на праздник и замкнулась. Это послание настолько растрогало романтичного Крида, что, прочтя его, выбор для хип-хоп-исполнителя был очевиден. Он приехал к выпускнице в день бала и весь вечер находился рядом. А вот на свой выпускной певец так и не попал. В тот день он впервые выступал в Лужниках. В 2016 году на съемках клипа «Мне нравится» Егор увлекся моделью Виктории Одинцовой. После работы над видео они вдвоем улетели на отдых в Грецию. Но из этих отношений ничего не вышло. В 2017 году Егор Крид участвовал в съемках второго сезона шоу «Импровизация на ТНТ». В мае того же года Свет увидел второй альбом Егора Крида «Что они знают», куда вошли 12 песен, включая композиции «Засыпай» с рэпером Мотом и «Если ты меня не любишь» с певицей Молли. В этом же году на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе Крид познакомился с Карлой Ди Белло, которая являлась продюсером шоу «Семейство Кардашьян», а также близкой подругой самой Ким Кардашьян.